И височную часть, затылок, делаю вам не коротко. Да-да-да, не очень. Не очень. И височки, если можно подровнять, потому что я височами. Да-да. Это какая сейчас у меня стрижка будет? Пол-бокс. Ага. Мы сказали свое пожелание в стрижке, а я вот немножечко изменю вам укладку, если можно, на свой вкус. Можно, конечно, конечно. Мне уже интересен результат. Вы быстро справляетесь. Не поднимать лоб. Сколько я могу снять свечку сантиметров? Ну, думаю, нормально. Да, думаю, нормально так. Просто, чтобы не очень коротко было. Нет, не будет коротко. Мы так все сдерживаем. Честно говоря, когда шел к вам, переживал, сейчас вижу, что зря я переживал. Создание такого центра для ромской общины – это хорошо? Для меня это впервые. У нас такого не было вот в моем городе, но я очень довольна. Даже, ну, просто вот нет слов. То есть я не ожидала, что такое вот вообще возможно. Вот. И как благотворительность, и, ну, и общение с детьми. Вот. Я когда вот увидела, что вот детки учатся, и у них есть талант, вот, то, ну… Стараются, да? Очень стараются. Я вижу, у вас тут и мальчик стрижет тоже. Да, Ричард, да. А он как, справляется с работой? Вы знаете, я наблюдала его работы, и мне очень нравится. То есть даже вот на втором занятии он начал стричь парня. Вот. Полубокс, мужская стрижка. Она была довольно-таки сложная, потому что волос был очень густой. Вот. И, вы знаете, очень хорошо. Я даже вот сказал свое мнение директору, вот, и что не понравилась его работа. Угу. А у вас тут и практически теоретическое занятие? Да, да, да. А как оно вообще проходит? Ну вот учитель обучает сначала в классе учебном, вот. Они записывают теорию, а потом у них проходит практика в этом же зале. Я являюсь инициатором научно-виробничного центра НИКа. Там дети громской национальности обучают профессии. Мы имеем лицензию Министерства освіти. Мы имеем затвержденную программу в специальности. Это перукар, перукар-модельер, швачка, а также чобутар. Что это будет? Мы будем стараться в каждом компактном районе, откуда они национальности. Мы будем стараться в 20 детям. В областных районных центрах и будут нам направлять как безработных детей. А можете детальнейше рассказать, как проходить сам навчальный процесс? Начальный процесс проходить три раза в неделю. Диточки приходят в наш центр. Они проходят в специальности, есть у нас утверждена программа. Они проходят программу у нас и проходят практические занятия. Практические занятия, конечно, очень маленько тяжко. Первый раз, потому что все не хотят быть жертвой, что наши дети уже могут стараться и выполнять свою работу. У нас есть профессионалы в своей работе. Это только профессионалы, которые имеют соответствующие бумаги для этого. Они имеют стаж и методику на работе, как это все нужно выкладывать эти занятия. Когда уже проходят лучшие дети, они лишаются у нас. Чому учатся навчально-виробничий? Потому что они учатся после обеда, лишаются и уже начинают працювать. Вы сегодня сами видели, как у нас дети працют. Стараются помогать 14 школе. Дети, которые непостриженые приходят до нас, беремо из улицы, пенсионеров залучаем, чтобы их закончить. Это наша работа. Практика у меня, опыт работы есть. Потому что мы созданы с 2004 года. И на сегодняшний день мы усваиваем эту профессию. Как дальнейшая их судьба? Дальнейшая их судьба – это каждый учащик, который учится у нас в учебном закладе. Получается первое свидетельство про закончение нашего заклада. После этого он может открыть себе ПП, ФОП. Это первый вариант. Второй вариант – он может открыть дома по таборам, где есть маленькие помещения. В этом и это тоже. Моя задача – помогать им, помогать им открыть такие маленькие перукарни в их местах проживания. Ну и працювать. И учить другую молодь. И задача моя – это из таких учащихся выбрать лучших учеников, чтобы они работали в нашем центре. Что касается государственной поддержки, я думаю, я хочу сказать великое спасибо и Ужгородской Министерной Раде, и областной державе администрации. На это они на сегодняшний день уже все-таки зрозумели, что нужно помогать именно ромской молодой. Потому что ромская молодь, как все говорят про ромскую молодь, не учится, не хочет навчаться. Я еще раз переконываю, потому что это не правда. Наша молодь хочет навчаться. Только дайте нам возможность. И мы это будем использовать. Добрый день. Добрый день. Ну что, повторим то, что было на прошлом занятии. З чего мы все начинаем. Катя, приходит клиент до нас. Что ты делаешь? Говорю ему, добрий день, проходьте. Сидайте. Одягаю ему пенюар. Питаю вселенному, какую стрижку ему желаю. Умничка. Потом, что мы делаем, Камила? Голову мыем? Да. Сколько раз? Два. Для чего? Первый раз? Витмите в голову. Пеньку и краску. Другой раз? Приготовить клиент. Добренько. Андрианка, скажи мне, будь добре. Что это такое контрольное предприятие у нас? Умничка. Умничка. Ричард, какие виды ножницы у нас? Умничка. Я три видов ножницы. Какие? Первая, которая мы стрижали, это с первым другом. Вторая пара, которые ножницы, это филировочный. И одна пара флировочных, яка есть один, одна, с прямым, и зубчасти, и есть с двума зубчастями, полотно. Ты можешь мне их показать? Покажи, будь добрый. Это у нас есть ножницы с прямым, полотно. Как их надо держать? Четвертий палец. Показывай на зал. Девчата, с прямым полотном. Более ушка ставим четвертий палец, и дальше. Это ножницы с прямого полотна. Покажи мне флировочные. Одни зубчатые, одни это. Это у нас есть флировочные ножницы, с которыми мы флируем. Есть с прямым полотном и зубчастями. Также есть с двумя полотнами и зубчастями. Какие это? Такие с двух сторон и зубчастями. Какая разница между этими и этими флировочными? Все флируют больше волос, срезают, а все меньше. Правильно. Умничка. А для чего вообще они? Для флировочных ножниц и зубчастей. Для флировочных ножниц и зубчастей. Для непривностей. Для неривностей. Добренько. Так, Ричард, скажи, для чего ця расческа у нас иди? Для флировочных ножниц и зубчастей. Все. Это для ночоса. Это учебовый заклад. Тут навчают детей и так же функционирует перукарня. Так что люди тут могут и постристися, и так же могут на навчание поступить. А в чом взагалі полягає ваша робота? Я бачу, що у вас тут є і практичне, і теоретичне викладання. Моя робота полягає в тому, щоб дітей навчити в справі перукарства. Діти не навчені. Звідки вони находять клієнтів? Хто до них приходить? Родичі або як? Для цього діти приходять сюди вчитися, щоб навчитися. Вони ж сразу з розумом не приходять. Ми їх навчимо. І потім вони вже приводять своїх клієнтів, на котрих вони вчаться. Чи бажано йдуть до них клієнти або бояться? Бивають випадки, що бояться. Обычно приходять родичі, мами, тати, брати. І перші результати які у них? Задовольна. Тобто, на вашу думку, вони справляються? Так. Чи бачите, що вони там в майбутньому десь зможуть влаштуватися на роботу? І з цих учнів, поки котрі тут є, знаходяться у нас в центрі. Мені здається, більше половини вони усваюють цю професію і досить добре. Особенно хлопчик. Він дуже справляється. Він найліпший. А взагалі, я рахую так, що ромські діти навчаються тут для того, щоб їм легше було в майбутньому свої мрії здійснювати. Вони можуть також вдома відкрити свої перукарні, або, як наскільки я знаю, в майбутньому хочуть ромську велику перукарню відкрити, і вони зможуть з легкістю туди піти працювати. А все ж таки хлопець і чому перукаря? Ну, зараз 21-е століття. Зараз вам як об'яснити? Модно. І багато зараз хлопців я перукарю, в яких є свої перукарні, і стрижуть. Хто тебе, може, навчає? Навчаю вчителі. Мені це подобається стрихти, бо я закінчив школу, 9 клас. Я хотів поступати на перукаря, але мені сказали, що це треба з 11 класу. А так пан Борис, у кого є своє теористство, подали проєкт для безкоштовного навчання для ромів, ромської національності. І зараз у нас з'явилася така можливість навчатися безплатно, бо в мене хотіння є навчатися. А зараз, як ти казав, 21-е століття, і реально у нас багато таких барбершопів. Так, в яких працюють самі чоловіки і стрижуть. А ти плануєш лише стрихти і бороди робити? Ну так і бороди робити, стрихти по морському плані, по жінському плані. Тобто і жіночі стрижки ти плываєш? Так, хочу опанувати і жіночі стрижки. Які ти стрижки вже знаєш? Або жіночі, або чоловічі? Ну, з чоловічих стрижок знаю, опанував полубокс. А зараз вивчаю, як правильно рівно підстригати жінок.